ребята всем привет приехали из магазина привезли с собой продукты посидели покушали так надо делает место в холодильнике будем сейчас убирать наши закупки ездили за продуктами немножечко подкупились и знаете это сейчас наверное такое как бы глобальная такая ерунда что типа выходишь с магазина и думаешь а вообще что купил то да отдал вроде бы просто телегу денег а вывозишь пол телеги собой и также сама мы сегодня тоже подумали и решил вот я показать вам актуальные цены на продукты в канаде как говорится канада тоже не обошла стороной цены были высокие подняли вообще как бы еще выше вот ребят что купили сейчас покажу в принципе ничего не купили короче ребята привет так надя смеется у нас это уже какая третья попытка записать видос я что-то начинаю говорить и все что-то не так ляпну вот так вот это бывает когда записываем видос и еще это самое вот так короче смеемся да пьюр лайф короче ребят вот такой стол пьюр лайф у меня первое на списке это вода не знаю она так называется такое не знаю почему так она называется дать очень крутая вода короче 5 19 плюс 455 еще за тару вот эту купил мыть машину стекло до для стекло обмойка короче как это тоже говорится не знаю 1599 вот это вот миндальное молоко смотрел только что мы смеялись я не знаю как это правильно сказать и надя говорит орехи новое молоко короче мы еще те русские русский язык у нас я тебе дан попкорн вот это вот мешочек стоит 689 а именно до 689 ну еще минус 2 доллара скидка варенье малина и клубника 849 а это стоит 949 да окей надо смотреть по банке здесь литр почти 950 миллилитров короче все цены ребята да вы посмотрите например вот на этот мешок 600 грамм почти 567 грамм все как бы сколько 750 750 я заново не буду записывать нормально на доллар дороже клубничная чем малиновая бричи с нами а это вот этот но это не она вот это короче сыр вот это знаете как он с плесенью короче вот такой вот сыр сыр 550 грамм там да он стоит 14 дорого очень дорого а минус скидка он был на скидке минус 3 бакса за 1099 клементины клементины 10 долларов стоит яблоки ребята там это это дорого надо это очень дорого 5 lb 222 килограмма 27 это очень дорого надо здесь в канаде сейчас вам скажу вот это сколько стоит яблоки ребята 8 баксов но здесь тоже 2 тоже стоит 6 lb так дальше вот это я не понимаю что такое сны и парс снайперс снайперс а вот это вот где эти вот это вот короче вот такие вкусняшки какие-то просто не знаю чё это это надо такой люди карамельная там короче вот такой 13 баксов стоит а это же на скидке за 9 орехи ребята где орехи надо покажи орехи орехи 21 бакс один килограмм не там даже чуть больше ну-ка покажу сколько один килограмм 113 грамм так мини-мини эти огурцы но огурцы два раза огурцы от вот такая пачка 900 грамм стоит 449 сыр baby bell вот они 1549 еще раз огурцы бананы 2 доллара бананы так я не знаю это дорого или нет смотрите бананы цена дальше что у нас идет ребят чё дорогое мы купили ужас мне кажется она в цене подорожало около 20 долларов это вот вот филе вот это вот покажи надо красная рыба ребята дорого вы знаете мы как бы я уже показывал что мы это покупаем вот вам цена ужас вот серьезно это стало очень дорого и здесь у нас килограмм 250 за 38 баксов а ну как минимум стало дороже на баксов 15 за такую же порцию вот это это сумасшедшие деньги стало стоить ну нет нет балуемся так дальше чикин вот эти вот вот эта коробка вот эта коробка это но куриные стейки типа да вот такое два килограмма за 1499 ребят пишите пожалуйста какие цены что вы думаете вообще в принципе мы вам немножечко тоже говорим какая какое количество да поэтому как бы сказать что нифига как дорого а если может прицениться по килограммам и так далее и тому подобное то может быть это выходит и не так уж намного больше как в других странах да как я например тоже вот сказал вот четыре банки вот этой беды купил да сколько вот такая вот стоит тут от 3 почти 4 литра вот до минус 45 короче у нас тут морозы нам это надо мне кажется одну если покупаешь в магазине где-то баксов 5 вот одну а я их вон может быть за 4 есть но в принципе на такую же сумму наверное это и выходит но это не суть ладно купил она надо всегда дальше чё я уже сказал chicken да две книжки мы еще купили до 2 книги купили а ей бы только каждый раз закупка и надо чуть ли не всегда книжку покупать две книги их пофиг показывать название но просто скажу цены потому что будет это все в сумме две книги 1 за 1379 1499 другая красоны я уже посчитал и тут 12 штук ребята 12 красонов за 7 долларов сколько стоит сейчас один красон в германии если покупать я бы сказал бы по качеству они вообще не хуже если покупать прям в кондитерской да не такие как например там знаете как в лидоле там например есть там какие-то красончики лежат это не тот вкус а это скажи же они прям четки надо стоит зевает так еще мы купили с тобой этот как его фарш фарш вот фарш сколько здесь how much is the fish 3 килограмма фарша минус скидка за 14 за 15 долларов 15 долларов 3 килограмма ну смотри 15 долларов 3 килограмма это нормально 15 баксов так что это нормально 5 килограмм 5 долларов за килограмм получается и и еще что-то а вот эти вот еще вот такие батончики до ригели такие вот 30 штук килограмм 26 внутри и она у нас стоило парам пам пам 14 баксов ребят 14 долларов налог вышел за это все 4 доллара 76 центов за что налог то был то в конце то концов а за что налог был я не знаю за что был налог возможно вот за эти такие вещи которые не с шелда как а молоко я вообще сказал а еще молоко пропустил я где-то молоко по пропустил нами а вот простое молоко я пропустил 569 стоит простое молоко 4 литра 4 литра молока жирность 325 за 569 ребята короче да когда покупаешь в канаде продукты то за это налог не платится налог заплатил я наверное за это за что еще мог я заплатить налог не за за какие-то вещи которые не нужны для того для выживания как говорится она сами продукты в канаде налога нету куда налог если так уже как дорого а лимон и я тоже пропустил до 10 долларов стоит сетка лимонов сейчас я их увидел заметил лимон до 10 долларов не это я был вроде сказал тоже пропустил так это у нас были они стоят не я не пропустил ну да ладно еще расскажу органик было чиз гарлик чиз 1399 я видать это пропустил вот это вот короче вкусная штука сколько их там 2 как пицца знаете такая это как бы не пицца это просто не пицца если про но это не знает на для супчика такое тепленькое заходит на ура вот пицца такая скажем это с чесноком так вот в общей сложности как я уже сказал 440 476 налог налога в этом нету потому что я уже тоже сказал и так очень дорого так и это мы в другом магазине купили бутылочку вина сегодня мы с нами как ее это разыграем нам жирно не будет так как нельзя типа вот так носить по улице бутылка вина 11 баксов наверное в других странах это вино будет стоить доллар 99 евро 90 и продуктов италии ну-ка в германии поди есть у вас такое вино сколько оно у вас стоит сегодня мы по пробке понюхаем и спать ну говорят они много чего могут говорить вот такая закупка как бы все что мы купили вам показали ведь это повышала цена не только на продукты две книжки в общей сложности около 50 баксов только а наверно на книжки и такс надя возможно на книжки такс и вот на эту жидкость для стекла обмойки до стекла подмойки обмойки короче вы поняли меня вот на это видимо и налог да поэтому минус вот это все 50 баксов почти можно так в общей сложности посчитать и вот это у нас вышла закупка короче 280 270 вот так долларов короче друзья как есть так есть показали что купили немножечко прикупились так на недельку на полторы кое-какие вещи дольше хватит чем неделя так как орехи и так далее да все спасибо за внимание привет вам из канады и до следующего видео друзья всем пока